...которых, по-моему, там тоже больше поклонников во Владивостоке оказалось. Так что да, такими, может быть, медленно, но уверенно, я скажу так. Но, опять же, я всегда говорил, что Бирог с мною в первую очередь задумался как площадка для диалога. Я по своему собственному опыту, опять же, путешествия на различные фестивали, шоу-кейсы, знаю, что гораздо проще с людьми договориться и обсудить один на один за пять минут, нежели чем писать 35 тысяч имейлов в никуда, и там звонки, от которых тебя отшивают, кто не разговаривает. Опять же, чем компактнее такой фестиваль, люди все на виду, и за три-четыре дня ты можешь действительно наладить живое общение с тем человеком, который тебе интересен, и, собственно, вот оно так это и происходит. По большому счету, именно, наверное, благодаря фестивалю и складывается та уникальная ситуация, которая спрашивала, что мы сейчас имеем возможность и приглашения, и ресурсы делать подобные, скажем так, координировать и курировать музыкальный репертуар на фестивалях, и только здесь, скажем так, в той же Японии. И Америке, с одной стороны, где рынок переполнен подобного рода музыкальными событиями, но найти вот такую уникальную нишу, возможно, именно потому, потому что мы сами тут, наверное, проходим через абсолютную неизвестность, но при этом привлекая людей, с которыми потом остается непосредственный контакт, который позволяет решать очень многие вопросы, скажем там, букинга артистов или заполнения вот этих фестивальных спотов напрямую, что говорится, по звонку и без денег.